То есть тут иногда по контрастам мы играем пьесу классическую, Игорь играет джазовую, но так аккуратно, блюз такой, не совсем жесткий еще. Так постепенно вводим контрастную тональность, то есть вот здесь классика, здесь джаз, классика, джаз. Потом я дирижирую, он играет вокалист Рахманина уже с импровизацией, известный всем вокалист Рахманина, но уже тоже так аккуратненько, но это зависит от его состояния души в этот момент. И так постепенно мы то сближаем, то опять контрастируем. Это все первое отделение так построено. А во втором отделении специально написанное произведение для нас с Игорем, где уже так сознательно композитор тоже разводил нас, там не лирический эпизод, а Игорю, это ритмичный. А потом есть в конце концов импровизация. Вот я лично не знаю, буду ли я, в каком я буду состоянии, потому что несколько раз мне удавалось так злостно, раза два или три, действительно импровизировать. А так есть такой скелет, который, если у меня не будет этого аккуратненько, не появится, то я просто джейзи, то что называется, буду играть вот эти ноты, которые я знаю, какие. Ну, так с другими звукоизвлечениями, со всякими джазами, ну, примочками, что ли, а если пойдет, то и я тогда разыграюсь. Ну, вообще, вот это очень интересно, называется это кроссовое направление. В этом смысле известны примеры в истории музыки. Обращение к джазу это понятно, это и у Стравинского, и у Шостаковича есть. И он так же, как там Чирлионис, пытался с цветом играть, это мы тоже делали. Ну, Прокофьев, естественно, Бартук. В общем, такие композиторы 20 века часто обращались к джазу. Я вообще думаю, что если взять произведение Равеля, например, и так незаметно подложить ритм-группу, получится потрясающий блюз. Вот есть некоторые произведения, такие красочные, с крябин тоже, версткие гармонии. Вот если я буду придать ритм, можно, это будет блюз очень красивым. Так что вот так вот сближаемся и расходимся, сближаемся, уважая друг друга. Вот так и есть. Друзья.